Гороскоп на декабрь записан 6 октября. Учтите, пожалуйста, общую мировую ситуацию октября-ноября и ту, что сложится по факту уже в декабре. Точность прогноза до 80%, если Дева – ваш знак зодиака, до 100%, если в этом знаке зодиака – асцендент. Первые две декады декабря, а именно с 1 декабря по 21, все, что связано с домом, для вас актуально. Дом, семья, родня, недвижимость, домочадцы. Главное в вашей жизни сейчас именно это – ваше семейное гнездо и обустройство дома, ваша семья, ваши взаимоотношения с теми людьми, с которыми вы живете. Также это взаимоотношения с мамой и с маминым родом. С 1 по 21 возможны очень важные, значительные мероприятия, которые касаются материальных средств семьи, а также нематериальных ценностей. С 1 по 21 декабря очень хорошо делать документы, связанные с домом, все возможные, любые. 14 декабря – это день солнечного затмения. Оно в вашем доме семьи и родни. Здесь может подойти очень важный документ на квартиру, может произойти покупка недвижимости или другого какого-то очень важного крупного предмета в дом. Возможно, здесь вы завершаете ремонт или покупаете наконец-то давно желанную бытовую технику. 14-15 декабря – самое глобальное, что может произойти, это въезд на воселье, на новое место жительства. Возможно, вы переезжаете не очень далеко. То, быть может, это даже гости, и вы погостить куда-то едете к 14 декабря или у вас гости. Может собраться вся семья. На неделе с 14 по 21 декабря к вам в гости может приехать родня. Мама, мамин род, родная семья, родительская семья, родители. Также с 14 по 15 декабря, если вы находитесь вдали от родины, от того места, где вы родились, можете его посетить. К примеру, вы были в командировке и к 14 декабря возвращаетесь домой. Может быть, вы путешествовали, если у вас были такие возможности, даже и за границу. Если у вас были такие перспективы или будут такие перспективы, вы можете совершить путешествие за границу, если у вас будет финансовая возможность, если у вас будут деньги, если ваше государство откроет границы. Но думаю, что к 14 декабря, ближе к Новому году, вы захотите вернуться домой, на родину, чтобы быть семьей. 14-15 декабря те девы, у которых нет своей семьи, могут ее создать. В районе 14-15 декабря к вам может поступить предложение руки и сердца, если вы уже встречаетесь. Вы можете заключить брак в декабре месяце или просто начать жить гражданским браком, неофициально, вместе с любимым человеком. 14-15 декабря – это те дни, когда возможно зачатие, возможно родоразрешение, появление ребенка в роду не у вас, к примеру, у вашей сестры, либо у брата. Возможно появление внуков, если вы ждете внуков, если вы ждете еще какого-то нового члена семьи. То же самое 14-15 именно в эти дни, такой подарок небес может быть уже у вас на руках, в прямом смысле. Может быть в районе 14-15 декабря вам потребуется нянчиться, заботиться, с кем-то еще быть, кто требует заботы. То есть, если это не ребенок, может быть это домашнее животное, может быть пожилой человек, вам потребуется поухаживать за кем-то. 14-15 декабря и далее. 17 декабря – очень важный день, определяющий значительный период, следующие три года. Внимание, с 17 декабря 2020 года по 8 марта 2023 года для вас очень важными становятся темы работы. Прежде всего, это работа на дому и по дому. Думаю, что кто-то из типичных представителей знака Сдиака Дева в районе 14-15 декабря решает работать удаленно, либо решает работать на дому. Кто-то решает стать домохозяйкой, девушке, если у вас луна в Деве, это особенно актуально для вас. Здесь вы можете принять такое решение, быть домохозяйкой, либо работать из дома удаленно, либо заниматься деятельностью, которая связана с домом. Кто-то уходит в декрет, и следующие три года до 8 марта 2023 года – это декретный отпуск для вас. Именно этот день, 17 декабря, определит все эти вопросы. Обратите внимание, 17 декабря – тот день, когда решается, будете ли вы следующие три года дома, будете ли вы дома работать, и будет ли эта работа оплачиваема, либо неоплачиваема. Возможно, что следующие три года у вас, к примеру, ремонт. Это работа, которая не только неоплачиваема, но еще и требует вложений. Поэтому все вопросы, связанные с ремонтом, решаются, в принципе, и во вторую декаду декабря, но особенно 17 декабря – тот день, когда, скорее всего, вы определитесь, сможете ли вы, к примеру, заработать на ремонт. Если вы мужчина, вы сможете определиться, сможете ли вы обеспечивать свою жену, пока она в декретном отпуске, и иные подобные вопросы. Также с 17 декабря по 8 марта 2023 года вы будете решать вопросы, связанные с вашим здоровьем. Здоровье, физическое тело, восстановление здоровья. Будете восстанавливать здоровье. Очень хорошие три года для того, чтобы обращаться к медицинским работникам, для того, чтобы обучаться, самому становиться медиком. Если вы хотите, если вы юная дева, учитесь, учитесь, идите в медицину. Если вы, в принципе, за здоровый образ жизни, то здесь вы, может быть, займетесь спортом или преподавать начнете фитнес. Может быть, вы займетесь вопросами питания, станете веганом, вегетарианцем, еще какое-то будете продвигать направление. Кто-то из вас мечтает стать ветеринаром и начнет осуществлять свою мечту уже с третьей декады декабря. Именно третья декада декабря наиболее мощная для вас. И именно она определяет ваше здоровье и тело, и духа. 19 декабря. Планета счастья в вашем доме здоровья. Следующий год, а точнее с 19 декабря 2020 по 29 декабря 2021, это про улучшение здоровья у типичных представителей знака Здиака Дева. Улучшение физического именно здоровья через то, что вы ведете правильный образ жизни. Также в период с 19 декабря 2020 по 29 декабря 2021 здоровье будет улучшаться у тех дев, кто работает над собой, кто ухаживает за собой, кто занимается спортом ежедневно, кто правильно питается, кто соблюдает гигиену, кто здорово, правильно, достаточно спит, кто соблюдает распорядок дня, кто работает по графику, по распорядку дня без переработок и без лени, кто занимается обслуживанием, обслуживает себя во всех значениях этого слова, если вы внимательны к себе. Это вам свойственно, это про вас. В принципе, вы умеете вести привычный, обычный образ жизни, вы умеете настраиваться на правильные привычки, избавляться от вредных привычек, поэтому следующий год очень вам благоволит. Это удача для вас. Удача именно в плане здоровья. Вы можете оздоровиться через здоровый образ жизни и через работу. Также период с 19 декабря 2020 по 29 декабря 2021 благоволит. И тем, кто нас целен на карьерный рост, это удачный год для работы. 2021 год удачен для работы, для типичных представителей знака Годиака Дева, главным образом для тех, кто Дева по асценденту. Работа будет, это будет привычная, обычная, рутинная работа. Это работа как обязанность, как повинность, как долг, как служба, как социальная какая-то обязанность. Поэтому все, кто в армии, все, кто в социальной службе, все, кто в медицине, все учителя и все другие профессии и профессионалы, которые требуют и требовательны и к себе, и к окружающим, чтобы все было четко, чтобы все было полномерно и экономно, вот у вас будет успех, вас ждет успех. Работники завода, вот пример еще, вы будете продвигаться. Работники сферы питания, обслуживания, социальные работники, в сферах жилищного, коммунального хозяйства, работа будет и будет хороша. Напоминаю, это прогноз не только на декабрь, но и на весь 2021 год. Желаю вам успехов на работе. Те из вас, кто собираются оставить работу по различным причинам, также это могут сделать в районе 19-20 декабря. 20 декабря прекрасен для тех, кто хочет уходить в декрет, потому что здесь солнце, меркурий и англо-хранитель гороскопа в вашем доме детей. Поэтому, если вы собираетесь уйти в декрет, в декретный отпуск на 3 года, то 20, 19, 20, 21 и вообще повторюсь, 2 декабря, это про это, про то, что вы уходите в декрет. Кстати, здесь может уйти в декрет не только мама, но и папа, а еще очень большая вероятность, если вы бабушка, либо дедушка, вы просто увольняетесь по причине того, что нужно заботиться о внуках. Что называется, начинайте работать нянечкой у своих же внуков. 21 декабря солнечное, очень мощное влияние на вашу сферу детей. Поэтому у кого-то дети, у кого-то внуки, у кого-то и дети, и внуки. И по этой причине вы либо очень много работаете, либо напротив вынуждены или хотите и можете оставить работу. Если вы можете оставить работу ради детей, оставляйте. Если не можете оставить работу ради детей, то, скорее всего, вы будете прибегать к помощи третьих лиц, Нанимать нянь, нанимать своих же бабушек, дедушек, чтобы они вам помогали. Вот такие вопросы в районе 21 декабря не только Солнце, но и Меркурий поддерживает тематику детей, поэтому вам удастся договориться о детях. И, кстати, удастся договориться с детьми. Если у вас дети подрастают, если они уже взрослые, то 3 декабря — это про взаимоотношения, договоры, договоренности с детками. Дети, которые ваши и не ваши могут быть в вашем окружении. К примеру, вы работаете с детьми, в таком случае очень много будет взаимодействия с вашими учениками, либо клиентами, детками. Любовь детей, любовь у детей, если они уже взрослые. Детско-родительские отношения всплывают и проявляются, и вы разбираетесь с отношениями с детками. Пусть это будет в положительном ключе, пусть вы признаётесь в любви своим детям, и они вам признаются в любви. Вот такие договоры, переговоры, соглашения. Также вы можете принять участие в каком-то творческом, спортивном соревновании, состязании вместе с вашим ребёнком, либо прийти к нему, посмотреть, как он выигрывает, занимает первые места. Либо вы сами можете стать таким спортсменом или творческим человеком, который как ребёнок проявится, выступит где-то на сцене. Если в вашей жизни сейчас нет темы детской и детско-родительской, то это тема творчества, вашего личного творчества. С 21 декабря вы можете проявляться сами, как творец, как ребёнок, повторюсь, через то, что увлекаетесь, развлекаетесь, зарабатываете на своём хобби, участвуете в спортивных, творческих соревнованиях, в каком-то шоу талантов можете принять участие. 21 декабря очень мощный день, поэтому если вы хотите открыть своё дело или просто не открыть дело, а начать зарабатывать на своём любимом увлечении, то лучшего дня для этого не найти. 21 декабря прекрасен для открытия малого дела, любительского дела, частного предприятия, либо для проведения разового, единоразового мероприятия, связанного с увлечением. К примеру, вы хотите сыграть Деда Мороза и впервые его сыграете в районе 21 декабря. Или Святого Николая, 19 декабря, праздник Святого Николая, вы можете им быть, Святым Николаем, в этот день. Вот это мероприятие может быть как оплачиваемое, так и неоплачиваемое, как вы сами понимаете, но если вы хотите зарабатывать на артистизме своём, вы можете это делать, у вас получится. Бизнес, основанный на любви, у вас получится 3 декабря. Также получится бизнес, выросший из увлечения чем-то, либо кем-то. Поэтому совместное дело с любимыми людьми идёт хорошо, и с детьми. Также вы можете с детками не просто развлекаться, но ещё и зарабатывать каким-то образом, монетизируя свои таланты. К примеру, выступить на сцене, повторюсь, театрально-демонстративно себя проявить. Создать праздник. Вы можете заработать на праздники и на праздниках. Вас здесь будет идти на ура. Деятельность, успех и заработок, естественно, тоже. И теперь, пожалуй, самое-самое приятное. Третий пункт, третьей декады декабря – это любовь. То есть первый пункт – это дети, напоминаю вам. Второй пункт – это творчество. А третий пункт – это любовь. Уважаемые представители знака Зодиака Девы, если вы одиноки, то третья декада может подарить вам встречу с любовью. Особенно если вы девушка, то ждите солнце, муж появится в вашей жизни. Любовь между мужчиной и женщиной – это также тема третьей декады декабря. Романтика, флирт, влюбленность, свидание, ухаживание, заигрывание, приятное совместное времяпрепровождение с любимым человеком – все это ждет вас третью декаду декабря. Так же, как и яркая, жаркая интимная связь с вашим сексуальным партнером. Если он у вас есть, если у вас нет, он появляется. Если есть, но не было контакта, возможно, здесь, на празднике. Романтики так много, что происходит. Первые теплые любовные взаимоотношения, телесные. В принципе, это про отдых, про совместные романтические путешествия и прогулки с любимым человеком. Третья декада декабря. К 30 декабря может быть какое-то ваше заветное желание, связанное с любовью. К 30 декабря полнолуние в вашем доме получаемой любви. Поэтому вам могут признаться в любви те, кто вас любит, те, кого вы любите. Это может быть парень, девушка, друг, подруга, муж, жена. Это может быть ребенок ваш, либо чужой ребенок, племянник, племянница. Возможно, коллектив вам признается в любви. К примеру, фолловеры, ваши подписчики будут вам много и часто писать добрые комментарии о том, что влюблены в вас, либо в ваш канал. Также вам могут признаваться в любви чужие дети. Если вы работаете с детьми, к примеру, если вы медсестричка в детском заведении, либо вы учительница, вам могут признаваться в любви детки, которые у вас на попечении, которых вы лечите, либо обучаете. Дети, которых вы питаете. К примеру, у вас детское кафе. Тоже детки часто будут приходить говорить вам не только спасибо за вкусную еду, но и спасибо за то, что вы в принципе есть, за то, что вы так вкусно кормите. За заботу вам будут говорить «благодарю». За заботу вам будут говорить «я вас люблю». За то, что вы любите, вам будут говорить «я вас люблю». И самое главное, уважаемые представители знака Зодиака Дева, 21 декабря у нас начало эры Водолея. Это эра воздушная, и для вас она связана с работой, со здоровьем и с домом. Поэтому для вас сейчас, пожалуй, самое важное, что нужно запомнить следующие 20 лет, следующие 20 лет, как минимум. А вообще-то и вся эра Водолея для вас прекрасна, потому что вы оздоравливаетесь любовью. Не чем-нибудь, а именно любовью. Кто-то любит вас, вы кого-то любите. Я желаю вам взаимности и взаимной любви. И эта любовь вас исцеляет. И эта любовь приводит вас к здоровому, правильному образу жизни. Это работа, которая помогает вам. Это работа, которую вы любите. Это работа над собой, в том числе любимая. То есть и работа, и быт, и заботы. Это всё связано с любовью, что замечательно. Уважаемые представители знака Зодиака Дева, рекомендую вам обратиться за своим личным гороскопом на 2021 год уже сейчас. Для этого пишите мне на электронную почту, в социальную сеть ВКонтакте, либо в Инстаграм. Все мои контакты сейчас на вашем экране. Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и запишите их себе. А ещё лучше пишите сразу мне по этим контактам. Краткая информация о ходе работы сейчас на вашем экране. Уважаемые представители знака Зодиака Дева, я поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Он принесёт успех и удачу для вас в работе и в плане оздоровления. Поэтому будьте здоровы, будьте счастливы. Исцелять вас будет Любовь. Всего доброго.